В Омске завершили восстановление Воскресенского собора. Это единственный в городе действующий храм, который одновременно является еще и музеем. О том, как шло воссоздание первого каменного здания в городе и что в нем можно будет увидеть, расскажет Елизавета Василевич. Его возвели всего за 8 месяцев, с нуля. Строителям удалось практически полностью воссоздать не только внешний вид Воскресенского собора, каким он был в начале 20 века, но и внутреннее убранство. Рабочие трудились даже по ночам. Больше всего времени ушло, чтобы повторить уникальный фасад первого каменного здания Омска. Это очень сложная работа в плане того же оштукатуривания поверхности рельефной. То есть выпирающие элементы, которые есть на фасаде, представляете, каждую надо выводить в симметрию, чтобы они были ровные, четкие. На работу ушло 120 миллионов рублей. Собор, в котором крестили Михаила Врубеля и куда приходил молиться Федор Достоевский, восстановили из развалин. От руин подлинного Воскресенского собора осталась только одна подалтарная комната. Ее обнаружили во время раскопок. Помещение уцелело, когда в советское время здание было уничтожено. Как известно, подалтарная комната предназначалась для хранения свечей, церковного вина и соборной казны. В храме уже установлен иконостас, выполненный омскими мастерами, покрашены стены. Воскресенский собор был заложен в 1769 году. В 1957 его снесли. Спустя полвека храм решили восстановить. Тогда же начали спорить, что делать с остатками фундамента. Инициативная группа под руководством краеведа Игоря Коновалова боролась за их сохранение. Другие омские историки говорили о том, что это лишь затягивает строительство. В итоге остатки фундамента было решено убрать. Но сами кирпичи не увезли, а закопали у храма. Конечно, было бы, наверное, интересно и правильно сохранить и стены. То есть тот фундамент, который был под стенами собора, вот его, к сожалению, утратили. Но тогда это не позволило бы сделать подземную музейную часть. Если бы мы начали делать это в 2010 году, в строительный сезон, то можно было бы, наверное, сохранить. Музейная часть собора также находится в подземном этаже. Самый ценный экспонат выставки – ее жемчужина Евангелия 18 века, которая подарила Воскресенскому собору императрица Екатерина II. Также здесь выставлено русское оружие 18-19 веков, кремневый пистолет, палаш, шпага и кинжал. Год назад мы и не мечтали, что это будет уже завершено. И уникальность собора, конечно, в том, что здесь будет вместе и собор, и музей. И самое главное, что это собор воинский. Поэтому мне кажется, что и нынешние, и будущие защитники Отечества будут приходить сюда как к себе домой, как к свой домашний храм, как к своей домашней церкви. Часть собора будет носить название Музея военной истории Омской крепости. Ну а сейчас посетить собор могут все желающие. Храм уже освящен. 7 января здесь пройдет рождественская служба. Елизавета Васильевич, Константин Демиденко и Александр Рябуха. Новости здесь, Омск.